И снова здравствуйте. Мы вырываемся на третью карту. Посмотрим, получится ли у Вичи гейминг закрыть чистый финал или наконец-то камоч пойдет от CDC, потому что они должны что-то показать. Как-то было бы слишком обидно от них видеть это 3-0. Они явно заслуживают большего, но вот драфт уже потихонечку начинается. Будут на них смотреть и уже разбираться. Может и там уже будет какой-то ответ нам дан, что будет на этой карте. Пока Вичи переигрывают. Что на первой карте переигрывали, что здесь. Они тоже, ну, на второй довольно-таки уверенно переиграли на драфтах, на лайнах. И все у них гладенько пока. Меняются они пиками. Вичи гейминг теперь будут играть этими войтспиритами и марсами, а против них будет как раз кинетчик профит и шейкер, то, что у нас было на первой. Ну, вот уже заявлен морф. Интересно. Абсолютно. Абсолютно поменялись персонажами. Там был, по-моему, все то же самое было. Ну, Бэйн, по-моему, еще сегодня не появлялся. Это первое его явление. Мирану здесь под него уже, на самом деле, некуда пихнуть, поэтому думаю, что здесь конкретно не появится. Но со стороны Вичи гейминг уже три кора открыты в целом. Я что-то сомневаюсь, что это будет теперь четверка, хотя такое вполне реально. То есть до сих пор это может быть играбельный вариант. У тебя гранд-финал, Best of 5, тут все меняется. Это отдельная цивилизация, такая отдельная жизнь. Тут ты можешь сразу коров раскрывать, ты можешь сильных персонажей раскрывать. У тебя вот Terrorblade в бане вместо там этих вайперов и Queen of Pain. И всегда в гранд-финалах ты с коров начинаешь очень часто. Ты не оттягиваешь, ты уже понял, кто сильный, какие связки работают, какие нет, и просто стартуешь с коров. А потом уже суппортов добираешь, чтобы суппорты контрили этих коров. Не знаю, почему так происходит, но это всегда так было. Наверное, всегда так будет. Ну вот CDC не торопится, и вот хотел только сказать о том, что нет пока никого, кто из арены Марса выпрыгивает своими усилиями. И вот Клопа появилась. Клопа, долго ее ждали, вот наконец-то она здесь есть. Ну, Клопа хорошо против Войда стоит, она его может загнобить. Вообще, в принципе, хорошо. Некомфортно себя чувствует против Клопа. И Вайпер все-таки в бан полетел у нас напоследок. Убрали еще и Войда. Но Войда, наверное, был бы хорош с каким-то дополнением. Хотя, с другой стороны, там ульта Фуриона, Клопа покричит, тоже дамеджа нашлось бы в этот купол. Но пока из вариантов таких вот лейтовых хорошее, что против Марфа работает, что осталось. Пл в бане. Так, Сларк пока еще на месте, его можно брать. ТБ в бане, антимаг в бане, Пл в бане. Нага в бане. Нага то же самое в бане. Герои с иллюзиями. Господи, миллиард банов? Реально. Очень многое строит. Бэйн такой мальчик, который позволяет тебе брать слабого персонажа на лайн. И у меня такое ощущение, что это будет. Из-за того, что суперактивный пик, и под этот активный пик хочется активного кора, что это будет Спектра. Я надеюсь, что Вичи Гейминг ее забанят. Ну, знаешь, Спектра, она была супер на подъеме из-за Некрачей, которые давали дешевый, хороший, качественный разгон по фарму. Потом Некра понерфили, она играла с Доминатором, и она вроде как играла с Доминатором. А потом Доминатор понерфили, ей просто не с чем ускоряться, чтобы выйти на тот же Радик. И они с Ларка все-таки забанили. Ну вот, и Спектра, она просто безумно медленно фармит без этого всего. Все равно она Спектра. Да, Спектра она и... Раньше и без этого всего играли. Китай, Спектра. Как бы пробыла Спектрой. Раньше Медасик покупал и горе не знал. Ну, посмотрим, что сейчас будет. О, Спектра все-таки. Посмотрим. Ну, тут реально вариантов просто больше уже не осталось. Все такое нормальное в лейте уже перебанили. И это трудности создавало. Так, а здесь герою нужен суппорт еще один. У тебя Джакира пойдет, скорее всего, стоять не с Марсом. Стоять с Марфом, да, на пятую позицию. Тебе нужно что-то такое более полезное, что будет хорошо стоять против Бэйной Спектры. Потому что если будет Марс с Джакира, у нас Спектра будет на фрифарме стоять. Тебе нужно такое более мощное. Миранов... Бан... Мирана есть. Ну, посмотрим. Пока вот Кунка последний бан довольно любопытный. Ну, действительно, Кунка мог поиграть на четверке. Плюс это корабль под арену. Это довольно неплохой контроль был бы. И плюс цеплять себя к вапу он мог бы. Мирану. Изи прочитал просто все? Гений. Сергей. Не, ну, хорош лайн Марс с Мираном, опять же. Под копье. Очень долгое копье. А, и это как раз у PYW, который очень хорошо играет на Миране. Мы видели вот очень хорошую игру от нее. Тот самый. И это не шейкер. Не, у него реально... Я помню, мы вчера смотрели как раз... Нет, позавчера, когда вот Вич и Гейминг выходили... У него был плохой шейкер, а потом отличная Мирана. Два плохих шейкера, а потом отличная Мирана. Вот. И это Мирану он прям там засолочку заливал. О, еще и второй стиль арканы. Впервые его в живую вижу. Да, красивый. Мы на кого-нибудь на квапу там, по-моему, видели, да? Вот этот. А вот он, второй стиль, кстати, тоже синий. У XM. Ну, вот я про это и говорю. Значит, про Фитфаку, надеюсь, на Дед Мороза похож. Я, на самом деле, так этот посох еще стоит, что издалека может показаться, что это как-то относится к самой квапе по цвету, но... Ладно, что ж, смотрим тогда, что у нас здесь будет на этой карте. Кстати, интересная ситуация еще и по КФщикам оценить, пока пики еще только идут. На третью карту 2.0 CDC против 1.76 Вич и Гейминг. Ну, примерно одинаково у нас стартуют всегда все карты, потому что всегда CDC они могут забрать карту, но что-то в их пиках имеется из такого изъяна, что они потом не могут выбраться из той проблемы, которую сами создали. Вот сейчас, не знаю, трудно сказать, в чем конкретно проблема квапан. Можно сноуболить на миде хорошо и там потом попрыгать по лайнам и еще грязи поделать. Фурион — это активная тройка. Он тоже всегда может куда-то ТП сделать и пофраговать, помочь. Шейкер хорош. Ну, то есть пока я, в принципе, считаю, что CDC пикнули свой лучший драфт за эти три карты. Да, у них хорошо. Вот именно у них есть герои, которые дадут спектрея спейс неплохой. Главное, спектрея там сильно не фидить, ами на том лайне пытаться более слегово стоять и просто фармить. Потому что на миде у тебя будет, по идее, квапа доминировать, снизу у тебя будет хорошо фармить ночь с профит под шейкером. Опять же, потому что морф с Джакиро, если шейкер не оставляет ночь с профита, вообще ему ничего не делают. И два лайна у тебя будет хорошо стоять, и эти потом два лайна, они в активность могут сыграть. Опять же, квапа может гулять. За счет Соника Вейва очень много демджей к морфу прийти, его разочек щелкнуть. Поэтому, не знаю, пики и там, и там хорошие, будет зависеть от именно личного исполнения в начале. Потому что, ну, по-хорошему, здесь спектра как бы выигрывает это все. Под какую-то квапу, под ночь с профита. Ну, ночь с профит у тебя толстый будет, да, который будет с руки бить там в блокинбаре, ему никто тут ничего не делает. Квапа у тебя будет хорошая. И спектра. На спектру очень много ресурсов нужно тратить, чтобы ее пробить. Поэтому, как по мне, здесь пик у Сидиси, он больше смотрится. Опять же, при вот этой доте, в которой они играют сейчас, в долгую, да, там, 35 минут, 40-ую, где-то так, спектра здесь должна круче смотреться, чем пик вичи гейминг. Ну, посмотрим. А самое главное, ей на линии нормально пофармить, а не как в прошлый раз у вами было на вивере. Это да. Но здесь, возможно, трепла не придет. Хотя, морфа могут оставить наверху соло против нэч с профит. И, опять же, вот этот треплой могут стать неприятный против спектры. Вичи гейминг. То же самое, что делали у нас они на предыдущей карте. Это будет, в принципе, здорово. Потому что спектра-то такой герой, который не хочет стоять на этих дабл-лайнах. Ну, хотя бы байн-шейкер. Тоже неплохо смотрится. Ладно, будем смотреть. Не знаю, как по мне, вичи тут должны забирать эту карту. Ну, не вичи, то есть, а CDC забирать эту карту. Но вичи всегда могут огрызаться. Они получше смотрелись на первых двух в плане исполнения. Ладно, погнали. Ну, на самом деле, да, они лучше смотрелись. Но всегда были моменты, когда вот казалось, что еще чуть-чуть, и сейчас они закинут. Так что вот, мне кажется, что такой момент может и настать. Так, ну что, теперь у нас рунки разбирают без боя. В целом, вроде как триплой не пахнет. Пошел все-таки Джекерос наверх стоять. Но нужно гонять себе Фуриона. На самом деле, Фурион тычками своими только может задолбать до смерти этого орфа. Ну, и приходит Бэйн на эту линию пока что. Тут и Джеймс остается, но конкретно Бэйн. Видимо, хотят на первую кровь сыграть все-таки. Ну, спектра пока снизу, но я думаю, моментально будет стяжка от Бэйна. Ну да, тут какой-то непонятный... Из-за того, что сейчас вот крипов заблочат, линия будет далеко стоять. И попытаются в морфа, который слабенький, наверное, на самом деле, с первой перекачкой, они попытаются его здесь щелкнуть. Но, по-моему, они это читают. Они не видят Бэйна на лайне. Да, и Бэйн все. Далее добить первого живого крипа. Сейчас лайн оттянется по сторону CDC под тавер. И Бэйн просто тянулся. Он напугал. Он напугал своим отсутствием на лайне. Очень круто, на самом деле. Сделали. Вроде такого. Как бы ничего не сделали, да? Но получилось. Ну, сделали, да. Получилось хорошо. Так, папарацци тоже начинает получать демидж. Еще его пеньками закрыли. Ой, а его зажали, его убьют. У него вейформы-то нет. Он перекачивается как может. Но тут буквально тычки не хватает. Перекачивается дальше. О, на Атоненького выживает. Вроде... Ой, ей фиссуры накрыли. Еще никуда он не выживает. Сюда, иди, папарацци. Ну да, туда. Доминация должна быть капитальная от CD7 на лайнах. И снизу тоже. Мирана и Марс вряд ли спектру пробьют, который будет играть через Дисперсию. Так, стрелы улетают. ПВФ. Пока у него ничего особенного не происходит на линии. Ну и в целом Бэйна трудно загнобить. У него тут сколько ни бей, все равно брейнсапчик нажмет и будет чувствовать себя хорошо. А Янглот уже больновато. Он получает эти тычки увесистые от Бэйна. Еще и брейнсап он сверху накрывает. И спектратно может дагерок в один момент сверху кинуть, и еще хуже будет. Так что посмотрим, как тут у Марфа. Особенно дела еще складываться наверху будут. Тут пока по крипстату смотрю, что он очень сильно приседает. Да. Хорошо смотрится и на миде. На миде ровненько пока, да. 12-11, 12-11. Спектра фармит самое главное. То, что в этом пике для CDC, это то, что фармит спектра. Бэйн очень хороший бэбиситтер. Всегда был, всегда будет. Очень статовый парень, и он может вот этих парней по двоям гонять, пока у них там. Какие-то большие ловла не получились, пока они его просто про каста не забирают. Он здесь себя чувствует царем. На этой роли. Он вынужден был пассивку качать Марс, сейчас пораньше, потому что от бэйной тычки уже принимать надоело. Хотя бы какие-то шансы есть. Ну и щитом добивает крипов. Дается такая возможность. Не получается отнимать у Ами крипов, так что он добивает нормально. Вроде там что-то уже добивать начало Морф, что хорошо на него. И СРФ пока видим то, что он тоже спокойно себя чувствует абсолютно. Морф ему ничего не делает. Он сам Марфу хорошо так по лицу прописать может лишний раз. Да, может здесь некомфортно себя чувствует. Главное, этого Марфа не отпускать, потому что, зная папарацци, этот может... Ну, папарацци очень агрессивный. Вичи Гейминг у них, в принципе, агрессивный плейстайл. И он всегда подключается к дракам. И у него, если даже что-то не пойдет, где-то там с какими-то двумя бандами, с пауэртретсом, он может стянуться на какой-то лайн и заработать там определенное количество золота, какой-то килл сделать. И вот это вот очень страшно на самом деле для CDC. Этот парень умеет находиться в нужном месте, находить момент, да, где он может что-то сделать полезное для своей команды. Так, Джеймс накрывает ДиВай. ДиВай пока видим то, что может и погибнуть. Пытается отползти, но Джеймс таких не прощает никогда. И папарацци вынужден на ваеформе отходить назад. Надо бы ему там гуси подъесть. Он все жадничает, хочет добиться та лишнего, но не получается. Слабый лайн. Очень слабый лайн. Джекира слабый саппорт. Ну и треплу не поставишь там. Если от Янга оттянуть саппорта, то это вообще просто будет караул. Пока тут борьба у нас за рунку шла. И в итоге эту борьбу выигрывает тоже Квапа. Да, у нее теперь дабл дэмэдж есть в бутылке. Это опасно. Это нужно стараться как-то пресекать. Потому что если ты все руны будешь отдавать Квейн, сначала дабл дэмэдж. Вот она сейчас на меди постоит, да, там подденает хорошо. А потом какие-то хосты. И если у нее постоянно вот эти вот сильные активные руны будут в ботле оказываться, то эти годы не доиграются. Просто будет телепорт рано или поздно. И какой-то морф, который там будет давить, чтобы сделать какой-то килл по какому-то шейкеру. Или то же самое, иначе происходит. Он просто получится у них кое в лицо. И на этом все закончится. Опять же, то есть избиваются тайминги. И Спектра фармит. А у тебя нет такого героя, который прям может там так же прийти жестко и ту же самую Спектру забрать? Спектра слишком жирная. Не, не так просто забрать. Особенно шестой получится и все, уже ничего не сделаешь. А, вот. Новый билд же точно мы забыли. Мы же видели с тобой уже Митюрхаммер на Спектре. С тобой же, да? Нет, не со мной. Как этот билд выглядит? Нет, нет, нет. Это мы в пабе играли. Да, извиняюсь. Мы в пабе играли там с НС-ом компанией. Митюрхаммер. Новый билд. Через Персеверенс. Это очень круто смотрится. Она может бесконтактно сплитпушить. Ты просто сплитпушишь какой-то лайн, ты играешь 4 плюс 1 доту, кидаешь этот Митюрхаммер с каких-то кустов, все, Тауэр кушится, ты не подходишь, тебя не видно. Стаки можешь очень хорошо фармить. Опять же, Дротик и Митюрхаммер ты очень быстро забираешь. Тебе ускоряет фарм. Поэтому сейчас играю все через Митюрхаммер. Ну, не все, а новая мета такая пришла, новые веяния, да? На Спектру. Интересно. Ну, каждый раз ищут какие-то новые костыли, чтобы она фармила лучше. Вот еще плюс 1. Да, и там довольно быстро это все будет. Так, ну, Марс вообще по факту с Спектрой остался 1 на 1. Ничего, в принципе, сами Янг не сделает, поэтому это работает. Саппорты пошли гулять и помогать. Очень слабый Нетверс сейчас у Морфинга по итогу этой линии остался. 2 600 имеется денег у Спектры и 2 000 лишь у Морфа. И Фурион когда-то летел драться. С РФа хотят. На Джекера. Да, Джекера погибает. И еще ПВФ, и тут под контроль уже не получится. Еще и 2 места залетело с 2 тысячи, нормально так. Там Курьер опасно гуляет, на самом деле. Но килл свои сделали. Марфа отпускают. Улетел. Нужно, значит, проекту сразу обратно было телепортироваться, на самом деле. И опять гнобить Марфа. Но это хотят, походу, стяжку килл под middle tower. Но это такое, кажется, себе удовольствие. Сейчас все отобьется. Да, они его пробьют неплохо, но... Ну тут еще глиф будет, времени потянут достаточно. Конечно, ну там шейкер треснул. Сейчас тут загуливать вообще никак нельзя. Попытку задуть, ни в кого не попадает. Глиф пошел. Еще одна пачка хрипов подходит. А тут отспамливать нечем, на самом деле. Тут очень мало вайда. Маленький сейчас левел, чтобы это все... И опасно, на самом деле, было. Если сейчас на Квенок Квапуту спанули, мы могли бы вообще с прокаста здесь забрать. Три героя пытаются здесь отбить. Но надо расходиться, надо расходиться. Ставр хорошо пробили. Ну вот СРФ, к тому же, надо уходить просто на топ. Там очень много фарма теряется. Они очень много сейчас по XP потеряли, потому что тут четверо находились в одной точке, когда все остальные лайны пропушили. Отначале это не нужно. Именно вот так вот собираться и куда-то идти, пытаться что-то там запушить и так далее. Потому что шестые левела важны. Вот сейчас, значит, профи шестой левел получил. Сейчас драка начнется. Этот ультимейт очень много демиджа нанесет. И, в принципе, его могут сейчас вот и засунуть. Нет, не решили драться. На этой руне, на верхней. Спектра фармит. Стрела не попадает, и этот делает враг невозможным. Но, кстати, было близко. Достаточно там. Иксэм мог получить. Но вот Стрела, к сожалению, не везет. Там Крип, по-моему, поймал, который перед ней стоял. И ульта опасная залетела. В Спектре Метеорхаммер готов через 50 голды. 60, если быть точным. Так. Ну и Янг никак не может этому противостоять. В целом видим то, что Спектру потихонечку морф, который остался в полном покое, он теперь догоняет. Но с Метеорхаммером бустанется сама Спектра, поэтому она должна будет уже лучше себя чувствовать. Вот. И видим то, что, видимо, морфом как раз-таки своим ультимативным. Морфлинг сделал копию с Фуриона, который рядом стоял. Наспавил себе пеньков и с пеньками фармит. Тоже, в принципе, приятненькое дополнение. Да, хорошо. Здесь вышла ситуация. С пеньками можно леса подфармить, пока у тебя маски нет. Хороший выход из ситуации. Все верно. А, ну тут, кстати, папарацци он старой школы морф. Никаких тебе барабанов. Будет просто обычная монта. Потом шотган, скорее всего. Ну, тут уже, в принципе, его команда готова. Потому что 4-5 надо будет как-то драться. И Спектра. Самое главное Спектра. Что-то с ней надо делать будет. Но Янг пока просто против нее АФК стоит. Экспо сам получает. Собираться пока еще не ясно, во что будет. Вот у него есть вангвард. Будет лябать Кримсон? Это пока еще вопрос. В целом, вроде как, не помешает. Все-таки здесь физического дамэджа будет впоследствии довольно много. Но увидим. Ну вот она как раз. Видишь, как пачка уфармливает. Тролли стояли. И их просто с прокаста забрала за фет. Даггера и Метерхаммера. Много стаков ей нужно делать. Всяких разных. Вот стак уже готов на треугольнике один. Еще какой-то кинг можно там поделать. Эти стаки. Так, ну пока Джеймса убивает втроем наверху. Ори перетянулся. Ну, саппорт. Хотя бы какой-то фраг. Хотя бы какой-то буст для морфинга. Моментально на меде. Тоже пиваев. Ой-ой-ой-ой, Соник Вейв. Молоко просто улетает. Но Тауэр будет падать, скорее всего. Ну, Тауэр уже ладный, может, мне кажется. И так на ладан дышал. Надо было на ход кидать туда. Понятное дело, что в какую-то в ту степь Мирана бы блоковалась. Здесь приятно, кстати, еще маленький стак. И к самому должен это все забирать. Там сейчас, мне кажется, попадают. Да, предмет, аэрон талончик выпадает. И в спектре этот аэрон талон сейчас и достанется. Хорошо, очень ускоряет фарм аэрон талон. Один из лучших такого рода предметов на первую очередь. Ой-ой-ой, хотел под Янгами кинуть, но с ней получилось. Ну ладно, все равно фарм крипов на линии. На самом деле, папарацци. Папарацци-то может и с Бейном разобраться, но немного боится, да, весь, учитывая его уровень хитпоинтов. Ори подходит. И вот Ори испугались, что уже большой левел, седьмой. Есть и астрал степ, поэтому не захотели здесь воевать. Два Орчада будет у нас у, соответственно, Нечш Профита, у Квапы. Приятно, на самом деле, два Орчада играть. Но, опять же, Блокинг-бары эти Орчады нивелируют. Ну, Юльчик, скорее, Юльчик его пересоберет, он уже будет себя чувствовать без минус. Да. Тут вся игра будет строиться вокруг Марса. Вот смотришь на его раскачку. У него есть Лангвард, у него есть два кольца, у него есть Солринг, Стики, Грейжин. Он чуть ли не топ-1 по фарму, а сейчас будет топ-1 по фарму. После вот этих крипов в своей команде. И этот парень будет делать экшен на карте. Потому что, если не Янг, то здесь будет очень трудно. А ему нужно сейчас будет подключаться. Его пробить будет нереально. А сам он очень много дэмэжа наносит. Все, Спектра Лиса пошла фармить за счет Метеорхаммера. Метеорхаммер очень большой реген дает, на самом деле. 6% к здоровью и маны очень много установили. 2,5%. Я не знаю, почему она еще Айрон Талон сегодня принесла. Мне кажется, несет. Да, вот летит к ней. Очень поздно. У нас Пауэр Трэдс, наверное, хотелось сделать. Потому что Айрон Талончик тоже дает, как бы, неплохо. Особенно 15, скорость атаки очень важна для Спектры. Ну и Врадик сейчас. Наверное, выход будет. Почему бы и нет, как говорится. Сверху. Вот, Марш телепортируется. Ультами раны. Осторожно здесь надо быть, потому что Арена... Она, как бы, сейчас тут всех погубит. Похоронит, да. И тут видим то, что Джеймс, Арена. Отлично, Арена получилась подвоим. И Джеймса пригвоздили сразу же в Магропиру и забрали. И Янг будет еще так же забирать и Бэйна, по идее. Но хорошо, с у них вейвом задули, и Янг даже никого не заберет. Он и погибнет сам. Это минус 2. Еще и подключился Амик к этой битве. Получил деньги с Янга, скоро к себе. Драка в итоге вроде началась очень хорошо, но закончилась полным провалом. Это не только боя. Просто посмотрим, сколько квапа демиджа нанесла. Вот они с NH профитом. Одна ульта залетела, потом вторая ульта залетела. 3000 демиджа на 12-й минуте. На двоих это огромное количество. И просто все лопнули. Тот же самый Марс, да, который играет через Vanguard. Говорит, ой-ой-ой, перед носом хосты забирает морф у квапы. И это смерть, по идее. Тут и папарацци не отпустят. Хотя, может уйти в последний момент? Нет, не уходит. Там еще дротик-то сработал. Дальше идут. Как же хосты просто. Одни хосты работают. Минус вторая позиция, минус третья позиция. Просто халяву для папарацци. И вот о чем я и говорю. Что вот такой вот какой-то момент может произойти, что папарацци просто заберет там каких-то пары пилов на пустом месте. Но это просто фарт был для него, что он сейчас успел оттенять. Ну вот он 500 голды с этих двух фрагов поднял, получается. 620 даже. Фарт действительно хороший и очень своевременный для него. И он, в принципе, сейчас вот становится надеждой такой команды своей. И будет пытаться выформить эти свои уже слоты. Ну он уже с Яшей. У него остается над манты только ультимейтера пособрать. И дальше уже шотганщик будет. Ну надо Яшу. Хотя бы Яшу осилить. Дивай тоже загулял. Очень сильно загулял. Он совершенно не прав, что так далеко пошел. И сейчас ему тут могут объяснить. Но смотри-ка, спасает его вышедший Марс. Еще и стрела залетает в СРФ. И надо бы еще какой-то демош наподдать. Ну, со Стартормом уже заберут, наверное. Хотя папарацци приходит. Вот он хотел бы добить. И он добивает. Хорошо тут игра на него идет. Тут вот этот вард очень сильно решил, который стоит. Потому что байтил Джакира как раз-таки на этот выход. Марс уже рядом стоял. И видно, что там ничего не получалось у CD7. Да, вроде такая халявная килл. Джакира вышел так далеко. Но все равно как бы это не сработало. Иулл мой Войт Спирита появится через тысячи голды. Кстати, это очень опасно. Что-то тысячи голды нельзя сейчас раскрываться ему ни в коем случае. Потому что XM может выйти на него. У него уже орщит готов. У него орщит готов. У Нэш Профита тоже, в принципе, на подходе. С Витеку буквально остается. Это 500 голды. Из-за этого нужно быть аккуратно. Джеймис, кстати, с Шейкер, с Даггером. Скоро будет. Артефакты добавляются. Эти артефакты ключевые, которые нужны как раз-таки для жесткой аркады, чтобы гангать этого морфа, чтобы ловить там того же самого Войт Спирита. Они прибавляются и прибавляются довольно-таки уверенно и быстро. Это так. А вот у морфа, морфа манта будет. Потому что один морф может не вытащить вот это все, на самом деле. Штори, дела, они так гладко, как у остальных. Ну ему надо, тут Юльчика гоним, и там уже дело хоть немного пойдет. Но посмотрим. Самое главное, чтобы его не загонгали в усмерть вот действительно с этими орщитами и прочим. Но пока тут у нас битва на рунке происходит. СРФ его подцепили. СРФ его пытается по-быстрому сбить. Но это дабла все-таки начинает работать. Марс плюс Мирана. Вот немного ближе к мидгейму она раскрылась. И Ами здесь остается только просто уйти. И по капчикам ситуацию оценим сейчас. Давай по капчикам. 1-77 на CDC. Приматч дает и 1-97 на Вичи Гейминг. Но Вичи Гейминг еще фаворитом считаются. Хотя ситуация у них не самая лучшая. Но, видимо, в морфа немного веры есть. На миде на Марс хорошо здесь выходит. Еще Джеймс выйдет. Поможет как раз-таки станом, фиссурой, наверное. Кодят ласт хит оставить Ами. Не успел подойти даже тычки. Дэк Сэму тоже, в принципе, неплохо. Опять же, для... Квапа тоже, если быстро одевается. Собирает там какой-то блокинбарни, керасу или шиву. Это все очень хорошо смотрится. Здесь под Сайленс. Иул. Иул был готов. Самый главный. И второй Сайленс. Один Орчид. Ты Иул, а там второй Орчид. Так, ну а пока, да, умирает от Орчи, да. Здесь все остальные вроде как уже ничего не могут сделать. А это круто. Два Орчи тут. Угу. ПВФ. На самом деле сейчас тоже можно влететь здесь. К сожалению, под ПВФ особо связок нет. Ему нужно все время наглую стрелу давать. Сейчас он погибнет, кстати. Там он от яда должен дотикивать в любом случае. Да, погибает. И дальше история такая, что Папарацци попадается. Он попадается отбежать уже на перекачке. Превращается в шейкера, кидает фиссуру. Немного подстанила с РФа. Дальше Квапа продолжает преследовать. Забирает еще и Джеки Росса. И остается один только сам живой Морф. Который вынужден на базу идти и регениться. Очень круто сейчас до Орчи доработают. Просто великолепно. Да, тут уже не отделаешься одним Юлом. Тут нужна БКБшка. Перед БКБшкой хотелось бы собирать еще у себя Ганим. А Ганим еще тысячу лет будет твориться. Морф Монта. Морф живет. Морф хоть что-то делает. Вся игра идет на папарацци. У всех остальных персонажей все очень плохо. По фарму. Кроме Марса, наверное, у которого старт был хороший. Но вот его сейчас фарм. У меня такое ощущение, что тормознется чуть-чуть. Владимир будет собирать. Но тут игра сейчас должна строиться все в одного. Это как вот ты с Медузой играешь. Очень огромное количество бафов. Нужно собирать Грифсы, Владимиры, Пайпы. И пытаться Морфа бафить этим всем. Потому что один Морф без вот этих бафов он просто не справится с Спектрой. Это такое ощущение. В принципе, Спектра, наверное, сильнее будет. В общем, да. Если там один на один Морф с ней справляется. В команде нет. В команде она очень просто убивает всех. А потом Морф остается один. Вот так вот это происходит. И она зонит еще всех. Она прыгает. Она меняет локацию в файте за счет ультимейта. Она жжет. Она миссует за счет этих срадика возможных моментов. Ну и в общем много неприятных разных вещей. Плюс вот эти пассивки, которые тоже там. Ты иной раз и пожалеешь, что вообще ее бить начал. И тут нужно быть максимально аккуратным в игре против нее. И самое главное, что у нее все хорошо. Нет, действительно, команде дают хорошую надежду такую на то, что эта карта завершится в их пользу. И релик скоро. У нее релик скоро. У нее еще, смотри, какой артефакт интересный появляется. Сенсоринг. Это, опять же, дополнительная мана. Так что она без маны никогда не будет. Это дополнительный ХП, который очень важен в Спектре, чтобы она дольше жила и дольше выдавала свою дисперсию. И весь вот этот дэмэш ответный. Поэтому очень опасно, когда вот такие артефакты падают. Сейчас, может быть, опять битва какая-то. Решили толпой собраться у нас вичи гейминг. Отдельно фармит только морф. Хотят проверить Рошана на всякий случай. Но на Рошана пока выхода никакого не планируется. Но драка все равно будет навязываться уже самими. Сидей Си. Тут Янг сюда сделает телепорт. Пришел. СРФ тоже сюда прилетел. Ну, арена ставится в пустоту. Это так скорее отзонить. Такое ощущение, что они просто хотели предотвратить атаку. Защитный реварш. Не такой бывает. Ну, все, пока тут бегает. Смаканулись. Решили сразу на развороте еще раз попытаться сидеть. И у них ничего не потрачено. У них все есть. Они хотят реализовать ультимейты свои. Шейкер с ультимейтом, Квапа и Орчады. Самое главное. Ультимейт Нейч с профит появился. Они сейчас выйдут. Если у них получится, сейчас кого-то... Марса нужно убирать в первую очередь. То есть Марса фокуснешь очень быстро. Ой-ой-ой, сейчас рыв будет какой-то. Ну так, ворвался. ПВФ погибает еще и на ралли. Да, все ультимейты скастовались. Дивая тоже заберут. И вот туда заслипали, чтобы ТП сбить. Минус 3. Трех увидели, трех забрали. 9х комбо. Ну и выход на Рошана может быть какой-то. Хотя лучше просто фармить. Потому что они сейчас карту, игру держат под полным контролем. Нет, Рошана будут забирать. Рошана будут забирать. У Спектра, кстати, скоро Рейдинс появится. Там буквально часов голды остается. Рошан будет падать. Арена нет. Арена через пять секунд, хотя открутится. Но не успевает, чтобы дойти, мне кажется, сюда. Да, ведь у гейминг просто не в позиции. Просто отдадут его. Они не способны здесь его как-то задевать. Хотя был бы идеальный тайминг, будь они все живы после потраченных ультимейтов от CDC. Но реализация ультов прошла успешно. И как раз под эту реализацию и пошел весь разговор. Морфлинг по-прежнему продолжает опережать немного по фарму Спектру. Но он один. Где он и где вся его команда по деньгам. И видим то, что очень слабо идет Марс пока. Он все пытается себе блинк вынести. То есть на команду он ничего и не начал собирать. И не факт, что начнет. У него тормознится фарм, как он уходит с лайна. Потому что он начинает бегать с командой. И он начинает пытаться делать какие-то полезные вещи. Пытается играть со всеми. Из-за этого он перестает фармить. Он дает этот спейс для Войтспирита, для морфа. И у него фарм тормозится. И он начинает прыгать по этим ступенькам. Все ниже и ниже. Выход. Выход ультимейта Спектры нет. Минута. Но есть Радик. Сейчас бы какой-нибудь пятерочкой это все бы разревелить. Я говорю про Бейна. Бейн готов. Но здесь в целом байт и так на папарацци ведется. И нельзя. Не надо открываться под папарацци. Порчитали выход. Вообще у Эореса уже скоро будет его шутган. Может надо под шутган лучше попробовать. Пускай он дофармит несчастное. Там тысячи с небольшим. У него все равно слабый под этот шутган. Не. В драке не может находиться. Опять же. Там ульта. Кропы тоже самый залетит. И какой-нибудь Бейн его схватит. Шейкер. У него нет защитных артефактов. Я там манта ставил на все про все. Сдует. Просто Соник Вейвом. Нечит профит. Мирана будет забирать. Джеймса, по-моему, тоже. Хотя нет. Еще живет. Хорошо здесь даггер уходит. Так. Ори. Подцепил. Спектру. А убивать-то ее чем? Ее пригвоздили. Так. А дальше? А демедж? Нужен демедж. Не хватает демеджа? Килосально не хватает. Она пока что вроде отходит. Есть. Еще попытка выдать. Но там уже слишком поздно. Парас подошел. Забирает Мирана. Погибает тройка команды CDC. Ремонт изработал КП очень поздно. Но это было близко. Но Дивай забрал СРФ и столько денег с него срубил. Кривовать их все сделали на CDC. Могли бы намного лучше подраться. У Литриспектры не было. Вот буквально там 2-3 секунды оставалось на старте драки. Вот если бы литимейт был бы сразу, то скорее всего они победили бы. Ну вот не хватило, по-моему. Ничего страшного. Марфа шотган. Сейчас будет 500 голды остается. Хорошие тайминги тоже для папарацци. Монта есть, шотган есть. Хороший артель. И Дивай, по-моему, цеплять будут. Тогда уже не отпустят его здесь. Но варт он свой заберет. Килл для Ами. И выход в Тараску. Выход в Тараску. 20 уровень тоже, я думаю, там не за горами. Очень быстро он набирает свои лвла. И там еще дополнительные вот эти 400 здоровья тоже будут очень сильно влиять на все про все. Тараска плюс 1000 даст. Ну, в общем, 1400 здоровья. Пусть еще вот эти статы, которые ты получаешь там за лвла. И так далее. В общем, там будет нормальный хп. Под 3,5 тысячи. С ПТ-шкой на силу. А пока ходит с ПТ-шкой на интеллект, причем. Вот сейчас переключил на локус. Так, что там с билдом Арфата? Ну все, иглсонг идет покупать. Дальше БКБ в планах. БКБ очень нужно. Да, здесь все нужно. МКБ надо, Скади надо, БКБ надо. Столько денег, столько планов, а времени в обрез. Наполеоновские планы, да. К сожалению, ему всего здесь нужно. А слотов всего 6. Именно Спектра она очень сильно руинит своим наличием. Такие моменты. Так, сейчас скажу еще, что по кэпчикам у нас. На CDC сейчас 1.17. При матче 4.70 на Вич и Гейминг. Ну вот, теперь ситуация больше похожа на правду. Смачок нужно какой-то сейчас реализовать в CDC. Выход нужно сделать в Спектры. Ультимейт через 15 секунд откроется. Вот этот смачок как раз-таки и юзается прям моментально. И Nature's Profit прилетит. Они вторая могут ходить. Вот у этой стратегии чем она крутая? Потому что ты можешь маленьким количеством народу ходить и просто палить. Там Спектра на одной стороне палится на одной части карты. Nature's Profit на другой. Но эти ребята, они окажутся в нужном месте. Так, риф есть. Подори. Ори будут забирать через Сайленс. И разобрали за два ультимейта. И Спектра еще ничего не вязала. Но завязать может. Ультимейт Мираны самое главное выкурили. Это самое опасное. То, что может быть. И выход. И выход будут делать пытаться. Здесь Спектру забрать. Запалили. Запалили Морфа. И дополнительный выход будет, наверное, на них тоже. Я думаю, не просто так они здесь Морфа испанули. Так. XM. Янг. Так. У нас там Аегис еще закончился тем временем. Но пока Янг самое главное, что забирают. Не имеет никакого значения это Аегис уже. Потому что и так душат. Душат сидеть. Всякие все красные. Спектра там погонялые ребят. Да. Хотя они даже в драку толком не включались. Монта почти готова. Вами. Тоже очень круто. Там всякие разные противные Сайлансы сбивать. Замедление и так далее. Без ультимейтов хотят ворваться. Потому что, реально, у Шейкера ультимейта нет. У Квапы нет. Без этих ультимейтов драться не хочется. Тоже, как бы, вот как предыдущая игра была за Вич и Гейминг. Да, то, что у них сильные ультимейты были. Они могли их комбинировать. Здесь тоже сильные ультимейты, которые пока работают против Вич и Гейминг. И без этих ультимейтов в драку входить не надо. Потому что Спектра пока с такими артефактами от этого не может соло справляться со всеми. Восемнадцатый уровень у нее. Двадцатого. Совсем немножко осталось. И Манта Стайл готова. Фулловый Манта Стайл летит. Но это в Тараску выходить. КП нужно. Она не в Тараску будет. В Скаде выходить. Ну, какая разница в целом. Замедление и вот урезание лечения. Это здесь может очень хорошо поработать. Урезание лечения. Эквапия после... О, да. Вот у них Шива стоит. Вот Шива нужно. Она, конечно, стоит после Хекса. Хекс будет следующим артефактом. Хекс, кстати, будет очень скоро. И Хекс Макс Хев, чтобы гангать того же самого Марфа. Потому что он может ворваться в центр замеса. Хексануть его и БКБ прожать. И все. И там Спектра потом с Шейкером каким-то дофукусят его. У него Блокенбара его там работать нормально не будет. А потом Шиву. Чтоб еще... Так, Джеймс. А тут три героя. А тут три героя. Но он все равно пока еще живет. И в Инвизе. Но нормально. Нашли, забрали. Но дальше на Янга наорали. Янг так и не успел поставить арену. И Ксэм дальше душит. Душит. И Пиваев очень... Волхи-то выходит отсюда. Успевает Инвиз прожать. И тут уже и телепорт есть. И все видят. И все слышат. И плевать они хотели на этот Инвиз. И все. Минус два в размен на одного Джеймса. Каждый раз размен не пользует. Да. Значит, профит-то быстрый ультимейт. Кулдаул ультимейта. На ульту. У Шейкера есть. У Бэйна есть. У Спектры есть. Они, считай, ничего не потратили. Потратили только Соник Вейв. И Хекс появился. У Хэмма. Вот это самое главное. Самое опасное сейчас вот для того же самого Морфа. Который, если там сейчас вверх захочет пофармить, его просто минуснул сейчас за... Очень быстро. И нельзя палиться. Вот сейчас папарацци на самом деле можешь стрять здесь. Ну, пока вроде все спокойно. Улетает. Улетает, слава богу. Так, 11 тысяч преимущества. 18.8. Казалось бы, такая вроде активная карта, но фрагов делается довольно мало. И видим то, что пока Марс очень сильно тянет вниз команду Вичи Гейминг. Он и умирает часто, он и ничего не имеет. У него за все это время только один слот читает. Блиндаггер. И пол слота, как в Вангвард. И поэтому он тут вообще ничего не может пока что. А Войт Спирит хочет собирать себе лотус. То есть он себя хочет чистить именно лотусом, не ВКБшкой. Вот таким образом. Не вина Марса здесь на самом деле. Потому что Марсу ничего не остается. Так, на Ори ворвались. Здесь уже нажали ульту. Но пока вроде как у него есть шансы выжить. Сейчас посмотрим, успеет нажать Астралл Степ или нет. У него 60 хп. А, ничего не нажмет у него опять. О, орчит. У него опять орчит, да. Так, ну и 500 золота, кстати, за него срубили. Ни с того, ни с сего. Это довольно весело. Многовато. И приятно. Ну, это мы сейчас, нам кажется, что многовато. Потому что привыкли к прошлому патчу, в котором вообще мизер за все насыпало. Ну, это хорошо же. Да, я только за. А раньше было приятненько забрать какой-нибудь коры, с набидаемый лайк там полторы тысячи срубить с этого, а потом скучал по этим моментам. У нас Кираса появляется для Фуриона. Кираса для Фуриона под Рошана. Сейчас очень хорошо Аэра залетает, попадает в Мирану. Ничего страшного, драться не будет в Вич и гейминг. Драться им не о чем здесь. Да, нет ульты шейкера, но это не самое страшное, что сейчас есть в арсенале у Сидиси. Рошан, во-первых, очень быстро падает. Спектра, наверное, заберет себе... Я бы сырное место забирал бы, не Аэгис. Да, Аэгис подбирает хлопа. Нужный Аэгис. Пытается тут кого-то найти под Сантрю, но уже убегают здесь. Ага, ага, убегают. Так, тут приходит Спектра, никуда не убегает, дева никуда не убежал дальше. Уже переключается, успевает пива, а еще Саленс по нему дать и нападать сверху ХСМ. Ох, как разваливаются саппорты, вообще жизни им не дают. Следующий может оказаться, да. У него Марс в кулдаун телепортил, на самом деле. Его уже, значит, профи тут сейчас будет... Ой-ой-ой, Вуэлл поднял. Успел поднять Вуэлла Шейкера. И все равно догоняет, Клопа догонит. Они примерно представляют, куда он бежит. Да, и догнали. Пригвоздил, блинк аут. Там у Витспирита кулдаун на Иул, потому что он только что поднимал. Девая тоже можно догонять. Ори погибает. Марс все-таки спасся, хотя и большой ценой. Ну, сейчас с ТФ откатится, он улетит. Но он смог обмануться блинком с тем направлением, куда он блинкается. Ну, вот эта два вышка падает. Соло ее СРФ забирает. Ну, практически забирает. Хотя здесь дело нехитрое, на самом деле. СРФ попытается зашоганить. И БКБ нажимает Астрал. Там дальше уже не продолжался. И не улетает все равно, БКБ потрачено. В целом, приятный фраг получился для Марфа. А ведь 500 золота тоже срубил с него. Приятный, да. Квапай сейчас страшный. У нее очень много артефактов. У нее еще Аегис и Гем. И вот сейчас вот с Инвест Мираной вообще никак не работает. Ну и Спектра. Будет интересно после Скайда собирать себе Боширок или не будет? Да, я бы собрала. А Боширок лишний вообще никогда не будет. Боширок очень хороший предмет. Особенно с тех пор, как вот добавили в том патче, когда нейтральные шмотки завезли. Еще вот способность блинкаться как бы с него. Это очень много способностей, возможностей дает, как его реализовывать. А Диуай пока тут видим, что за ним погоня. Здесь уже Спектра его, понятное дело, не отпустят. Спектра тоже страшные. И мощные. И дожигает просто его тут даже. На самом деле еще вот следующий Рошан. Он очень много может дать CD-C. Если они его так же заберут довольно-таки легко, там будет Аганим. Это будет вот этот микро-хаунд для Спектры. Это на самом деле очень круто. Шейкер. Шейкер на Марфа. Шейкер Шадоублэйде. Его пропалили. И он сейчас найдет папарацци. Он нашел его? Нет, не нашел его. Нельзя выходить. Да там уже топ-вышку еще снесли одну. Папарацци его читает. Папарацци его читает. Ты думаешь, что-то не очень похоже. Смотри. Опа! Здравствуй! Так а что читает? Как стоял, так стоял. А Джеймс его читает вдвойне. 80 секунд без байбака. Только что себе дособрал там БКБ, денег нет. Прилетка у нас на мид. Там уже Митерхаммер летит по Тавру. Тавр очень жестко страдает от него. Мне кажется, следующий Рошан в такой ситуации может уже и не понадобиться. Может и не понадобиться. Эта игра закончится через 5 минут, заканчивается через 4, да? На 59-й. Или как там было? Ну, сейчас на вторую сторону точно можно пойти. Третий, к сожалению. На самом деле, можно было бы пойти толкнуть кому-нибудь линию. Там же вот убивали как раз там Джеймс и прочее. Почему он на крыбов-то не толкнул? Там Майгис, там сыр. Там нужно идти на вторую сторону. Ну вот, а можно было три стороны просто забрать уже. Они могут и подраться здесь. Мне кажется, все равно развалиться. Ничего против. Ты либо забираешь вторую сторону, либо more bye-bye, если ты в плюсе и так, и так. Так, врыв теперь СРФа пригвозили. СРФ попытаются разобрать. СРФ минус. Лавинка ХП, но пока что держится молодцом. Еще и БКБ прожимает и Орию бьет. Да, это минус еще. И два кора команды Вичи Гейминг. Янка уже не вернется в игру, а вот... Да, ГГ правильно делают. Правильно, абсолютно. Потому что эта карта здесь уже отдана. И лучше попытаться еще раз. Тем более, что Вичи волноваться не о чем. У них запас очков еще есть. И они могут позволить себе проиграть карту. Ну, круто с EDC вот драфт провели. В принципе, они очень хорошо распикали. Мне кажется, вот забывают про тех вот этих героев, да, которые их держали в бане на протяжении там все чемпионаты. Это вот Queen of Pain и Viper. Я говорю, они вот сейчас вот проснутся, эти персонажи. Потому что ты берешь White Spirit в приоритет Queen of Pain. Хотя Queen of Pain еще в пули есть. Тот же самый Viper в пули есть. Я не знаю, почему ты этих героев не хочешь забирать. Я вот про Вичи гейминг как раз таки говорил. Поэтому вроде нормальные драфты, но вот эти имбалансные герои, которые держались у нас в бане, они должны выходить. И тренера должны про них вспоминать. Ну вот выпустили Кракена в виде Клопы. И она тут уже тоже показала. Действительно жесткий герой. Здесь ничего не попишешь. И она в том числе здесь многие моменты и сделала в этой игре. Ну и Ами в этот раз отыграл выше всяких похвал. Что ж, дальше посмотрим. Следующая карта покажет нам, будет ли у нас полная беста в 5 серии. Или все закончится со счетом там 3-1 в пользу Вичи. Ну а для этого нужно уйти на небольшую паузу.